Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Нет пока. Надежда Алексеевна, я хотел спросить. Отец вам ничего не говорил по поводу компании «Фининвестфонд»? Я нашел его письмо. Там было его резюме. Он отправлял ему 10 дней назад. Ну, я же уже говорил помощнице следователю, что Сергей Иннокентьевич ходил на собеседование. Понятно. И что на собеседование? Ему там не понравилось. Он возмущался, сказал, что его ноги больше там не будет, потому что 90-е годы уже прошли, а эти помойки еще существуют. А когда это было? Неделю назад примерно. И через 2 дня его похитили. Извините, что вы успокоены. Надежда Алексеевна, я вам сообщу, когда будут новости. Субтитры создавал DimaTorzok Агата, ты чего? Выходной же. Мам, еще 2 минуты. Да, и твои сэндвичи на тарелке. Их осталось только разогреть. Только разогреть. Ага. Мам, оцени. Да, слушаю. Денис, привет, это я. Тут тебе Агата хочет кое-что сказать. Нет, ты. А ладно, я. Она утверждает, что она решила задачку, которую оставил твой отец. Про игры. И просит напомнить про игры, которые ты обещал ей подарить. Разгадала задачку и что там? Ну, я не знаю, может быть, лучше она сама тебе расскажет. Только мы с ней собирались в гончарную студию. Я же заслужила. Я выиграла школьную олимпиаду. Заслужила. Может быть, ты подъедешь туда, я тебе скину адрес. Она еще и лепит. Да, конечно, я подъеду. Скинь адрес. Ладно, мы тебя ждем. Пока. Он приедет? А ты в пижаме поедешь? Давай, одевайся. А ты что наденешь? Ну, придумай что-нибудь. Надень что-нибудь, что подчеркивает твою фигуру. И не хмурься. Так морщинки виднее. Агат! Просто сказала. Алло, а ты чего в такую рань? Макс, нужно пробить одну фирму. Проверь мыло, я тебе все скину на почту. В двух словах, двое соучредителей этой фирмы несколько лет назад проходили по уголовному делу. Короче, никого не обидели, но у меня ощущение, что кто-то очень сильно старался почистить информацию в сети. Я полночи просидел, пока не отрубился, а нашел только одну маленькую статью. Сеть помнит все, но я же не сыщик. Даже не знаю, с чего начать. Макс, мне нужна любая информация по этому делу. Кто был адвокатом, кто судьей, кто свидетелей. В общем, Макс, будешь в офисе? Я уже здесь, да. Спасибо тебе, Макс. Обращайтесь. Ну что, вспомнил? Нет. А я вот тебя никогда не забывал. И те двенадцать лет, что отсидел по твоей милости. И все последующие годы, когда тебя искал, у меня перед глазами твоя рожа стояла. Я уже говорил вашим людям, могу повторить еще раз. Я не тот человек, который вам нужен. Слушайте, не тот. Вы ошиблись. Сколько бы вы ни сидели, ни вспоминали. Это легко проверить. Что с его сыном? Да что, сынок. С ног сбил, с папку ищет. Рук не покладая. Ну, тогда не будем откладывать встречу. Давай поможем воссоединиться семье. Мам, ты не переживай, он скоро будет. Я не переживаю. Мам. Мам. Так. Вот так. Привет. Привет. Что? Что, испачкалась? Нет, не в этом дело. А в чем? Ну, просто неожиданно видеть твою маму за гончарным кругом. О, она не на это способна. Так. Что у нас с задачкой? Это вот все к ней. Она решила. Ей рассказывать. Это то, что расшифровал Макарыч. Я вбила форму в поисковик. А он выдал, что это число Харшат. Натуральное число, делящееся на целую на сумму своих цифр. Да-да, я кое-что припоминаю. Таких чисел немного. Но самое интересное оказалось, что одно из них является так называемым числом такси. Один математик приехал к своему другу-индийцу и пожаловался на скучное число в номере такси. На что индиец возразил, что число 1729 уникально, так как является минимальным натуральным числом, которое можно представить в виде суммы кубов двух натуральных чисел двумя различными способами. Понимаешь, сынок, какая красота? Урна. Это не урна, это кувшинчик. Да, да, конечно. Просто это число. Что? Что? Это номер ячейки в Колумбарии, где хранится прах моей матери. Я теперь уверен, что это не просто совпадение. Это отец оставил мне этот знак лет двадцать назад. Даже больше. Он рассказывал мне ту же самую историю. Это не совпадение. Надо просто открыть ячейку, посмотреть, что внутри. Так, давайте, сейчас мы быстро моем руки и едем, хорошо? Давай, пойдем. Можно спросить? Прости, Агата, я обещаю, завтра положу диск с играми в машину. Да не про то. Можно я не буду называть вас дядей Денис? Понимаете, просто слишком много этих мягких, звонких, переднеязычных, зубных согласных. Не очень удобно выговаривать, особенно быстро. Ну, отлично. А я еще раз попробую. Эй, кто-нибудь! Позовите старшего! Прямо! Вы что, оглохли там все? Еще разорался. Позови главного. Прямо сейчас скажи, что я хочу говорить с ним. О чем? Скажи. Скажи Виктору, что я хочу говорить с ним. Вернулся в собеседование. Назвал этот фонд помойкой, а потом его похитили через два дня. Даша уже всех проверила, с кем он мог общаться в последнее время. И фонд позвонил, а они сказали, что он не прошел собеседование, и они взяли другого человека. А этот человек? Подтвердил. Слушай, я понимаю, что у тебя ощущение, что мы бегаем по кругу, и выхода нет. Кира, я не знаю, что еще делать. Где искать? А сидеть в ожидании чуда тоже не могу. Денис, все будет хорошо. Агат, надо говорить дяде Денису. Конечно, договорились. Спасибо тебе, что разгадала. А что, кувшинчик не взяли? Симпатичный же был. Его еще надо обжечь. А у нас на это времени нет. Понятно? Дядя Денис. Я надеюсь, вы ничего не собираетесь красть? А здесь есть, что красть? Вы все-таки с начальством согласуете? Не волнуйтесь, все будет в порядке. Что это такое? Это, наверное, моя метрика. Демин Денис. Ну, что ты хотел? Виктор. Не трогай моего сына. Да. Да, я Демин. Тот самый, который отправил за решетку тебя и всю твою банду. Это сделал я. Мой сын здесь ни при чем не трогает его. Ты что? Ты торговаться что-нибудь думал? Крыса. Да я тебя сразу узнал, когда увидел. Только увидел твои поганые глаза. Я думаю, и ты меня сразу узнал. Ну вот, ну вот. Зачем тебя, мой сын? Делай со мной все, что хочешь. Его оставь пока. Зачем отцу скрываться от кого-то? Почему? Он же не преступник какой-то, не бандит, не шпион. Слушай, надо проверить, не проходил ли он по какому-нибудь уголовному делу. И если предположить, что причина похищения твоего отца кроется в его прошлом, то искать нужно в питерских базах, раз уж там была выписана твоя метрика. И паспорт отца. Да. Можно поехать ко мне в офис. Класс, хочу к Денису. Мам, поехали к нему. Вы там пока своими базами займетесь, а я посмотрю, как игры делаете. Нет, для этого мне нужен мой кабинет, мой компьютер и архив МВД. У вас есть такой? Не для того я 25 лет ждал, чтобы кого-то отпускать. И делал даже не в годах тюрьмы. И не в деньгах, которые я потерял. Все дело вот в этом. Это мой сын. Ты его упрятал в тюрьму, его там убили. Ты понимаешь, урод, его убили из-за тебя. Но ведь я не убивал твоего сына. Ты сам воспитал его таким. Ты сам сделал его бандитом таким же, как ты сам. И твоя вина в том, что его убили, а не моя. И никак не Дениса. Вот хорошо. Ты ему сам обо всём расскажешь при личной встрече. А я думаю, она состоится скоро. Стой. Стой, подожди. Ты не можешь так поступить. Ведь он ни в чём не виноват. Это я! Я посадил тебя и всю твою банду! Я! Я сделал бы это снова! Стой! Я! Эй, ты чё такая? У нас же были планы на сегодня. Теперь сидеть в твоём кабинете. Хорошенький день отдыха. Денис, можно я с вами? Пусть мама едет на свою работу, а мы поедем к тебе. И ты покажешь, как делаются игры. Здорово я придумала. Агат, я думаю, у Дениса на работе сегодня никого нет, потому что выходной. Да нет, ребята, в офисе. Просто... Я не уверен, что умею обращаться с детьми. Это легко. Главное не давать много мороженого. И потом мне мама сказала, что ты чуть не стал математиком. Поэтому нам будет о чём поговорить по дороге. А может быть, лучше с тобой в отделение поеду? Ну, я помогу, чем смогу вдвоём быстрее. Ну, честно говоря, в отделении вы мне ничем не поможете. Будете только мешать. А суета в таком деле — вещь опасная. Денис, можно я доверю тебе самое дорогое, что есть у меня в жизни? Мою дочь. А ты, пожалуйста, доверься мне. Ладно? Ура! Ура! Так, только оба проверьте телефона и учтите, что я буду звонить каждый час. Ладно? Ну, это она может. Да. И, пожалуйста, отвечай. И ты тоже. Тебя подбросили в отделение? Нет, я на такси. Всё. Пока! Пока! Прошу. Правда у меня лучшая мама? Говорю, раньше, раньше нужно было брать. Вот как? Как его сейчас? Выходной, все дома. Заткнись ты уже, достал своим каканьем. Что не знаешь, один раз по башке и в машину. Сделаем всё правильно, Виктор раззолотит. Так. Так. Нет, тут. Давай, давай, родненький, давай. Денис! Денис Дёмин! Вовремя мы с тобой договорились. Ну да. Слушай, Денис, а у тебя воды нет? Да, вроде нету. Может, тогда остановимся? Пить хочется. И ещё мороженого? Только немного. Совсем капельку. Говорил же я, нет его машины, и в домофон никто не отвечает. Придётся ждать. Чёрт! Да, мы тут как прыщ на заднице, столько времени торчим. Что делать? А помнишь я… Вякнешь ещё хоть слово, что ты предупреждал, убьют. Ладно. Поехали к его офису. Может, он ненормальный. И по ночам, и в выходные пашет. На третьем этаже здесь самое вкусное мороженое. Правда? Ну что, позвоним твоей маме? Узнаем, как у неё дела. Прокажем, что у нас всё хорошо. У нас ведь всё хорошо. Алло. Это мы. У нас всё хорошо. Как твои успехи? Ну, порадовать пока особенно нечему. Компьютер завист, техника вызвала. Мам, мы сейчас идём за мороженым. Ты ведь не можешь Дениса ругать? Дениса не буду. Мам, ну мы уже были в гончарной студии. Теперь мороженое. А потом я увижу, как делаются мои любимые игры. Кажется, этот день обещает стать самым лучшим в моей жизни. Тебе виднее, малыш. Слушай, пусть Денис возьмёт трубку. Да? Я хотела тебя поблагодарить. Агата такая счастливая. Давно я такой не видела. Ладно, я не буду вас отвлекать. Потом позвоню. Давай. Ну, мам, если хочешь, можно тебе заехать в другой раз. Нет, мы сегодня поедем. Я же тебе обещал показать своё любимое место. Вот у мамы её любимое место и её работа. Мне очень повезло с твоей мамой. Вряд ли другой следователь не состоял бы помогать мне так. А как мне-то с ней повезло. Всё, можете пользоваться. Больше не будет рискнуть. Проверяем, кого ищем по базе. Мартов. Нет, не Мартов. Дёмин. Так. Дёмин. Всё работает. Вот ваш Дёмин. Свидетель обвинения в деле номер 24359. Халыч, ты гений. Спасибо. Макс, ну ты где? Мы уже приехали. Давай, выходи. И это, чтоб никаких словечек. Со мной ребёнок. Кстати, ребёнка мне можно считать лишь номинально, по возрасту. Ух ты. Ой, это мама. А-а-а! 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 Учти, так пусть каждый крысень, ты меня понял. Оставь его. Сам сдохнет. Погнали, сейчас будет ментов в море. А ну-ка, не дергайся, а то я шею сверну этому куренку! Отпусти девочку. Давай договоримся. Тебе деньги нужны? Я позвоню в офис. Тебе спрятать. Тебе спрятать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ого! Проходил свидетель на обвинение по делу об отмывании денег, полученных незаконным путем. Так, где у нас список подсудимых? Соломина! Мамочка Дениса в кране! Что с моим отцом? Он ведь у вас, да? О себе лучше думать. Ничего, сейчас приедем, я ему думал, куда вправлю, куда надо. Если бы с девочкой что-нибудь случилось, я бы его убил. Заткнись. Обоих его убил. Куда вы меня везете? Я так искал встречи со своим папашей, что мы решили тебе помочь. Что с ним? Он жив? Скоро узнаешь. Нет, не успел, не успел машину разглядеть. Когда выбежал, девочку еле из-под колеса выдернул. Я запомнила номер! Так, диктуй. Ага, хорошо. Макс, я очень тебя прошу. Не волнуйтесь, Кир, все в порядке. Мы сейчас в офис поднимемся. Я двери закрою, никто не попадет к нам, пока вы не приедете. А девочки присмотрят загады, все хорошо. Да, хорошо, спасибо. Я уже выезжаю, скоро буду у вас. И, Кир, тут Денис просил меня узнать кое о чем. Да, с учредителей финнвестмонда. Да. Мне удалось раскопать информацию, что по делу об этих странных убийствах проходили трое. Двое из них это учредители компании, а третий некий Пережогин В., который уже сидел однажды. Как ты сказал? Кира Андреевна, что-то случилось? Даша, значит, срочно бросаешь все и приезжаешь сюда в отдел. Ты мне нужна. Ты должна поднять все, что можешь на Пережогина. Он судимый, его фамилия должна быть в базе. Поняла? Вот прям все, что можешь. Да, хорошо, Кира Андреевна, а что случилось-то? Дениса похитили. Давай, дуй сюда. Да, а я попробую у Сафронова выбить разрешение на просмотр городских камер. Нашего Дениса похитили. Да, нет времени объяснять, Даша. Давай, дуй сюда и причем быстро. Кира Андреевна, не надо к Сафронову. Илья сегодня дежурит, я ему позвоню. Он поищет машину, только вы мне номера скиньте. Да, хорошо, сейчас скину. Алло, Илья? Нужна твоя помощь. Да, Макс, мы подъехали. Хорошо. Хорошо. Сейчас они выйдут. Здесь это произошло? Я так поняла, что да. Мам! Агата! Маленькая моя, зайчонок, испугалась? Все хорошо, ничего не болит? У меня ссадина на руке была, я обработал, пластырь нажал. Это Макс? Спасибо. Слушай, Макс, я могу оставить Агату с тобой ненадолго? Ненадолго, совсем ненадолго. Можно? Один. Я его найду, обещаю. Останется. Все. Поехали, ребят! Ну, где они? С Игорем разговаривал недавно. Говорит, ждут. Как появятся, сразу сюда. Ненавижу ждать. Ничего ждать, это не проблема. Главное, чтоб прошло все без шума. В конце концов, четверть века терпели, потерпим еще пару часов. Ну, вот и они. Да. Все, едут. Я тебя помню, урод. Это ты мою маму убил. Зря ты меня тогда в живых оставил. Ну, родной ему это легко исправить. Ну-ка, тащите его в гараж. Пусть пообщаются напоследок. Ленис, сынок. Ленис, сынок. Не волнуйся, пап. Мы выберемся. Нас уже ищут. И найдут. Ты прости меня, сын. Это я виноват. Тебе не должно было быть здесь. Если б я тебе все рассказал. Я все знаю, пап. Мы нашли мою метрику. И твой паспорт. Нашли. Я ж не надеялся. Думал, перемудрил. И я все вспомнил, пап. Ты вспомнил. А ты ведь тогда целый месяц не говорил. Вообще. Шоковое состояние. Раз все. Знаешь, все забыл. Как отрезало, как стерло из памяти. Я врач сказал. Врач сказал, что это у тебя защитная реакция. Замещение. Но теперь я все вспомнил. И хочу вернуть долги. Я его убью, пап. Ты знаешь, мне кажется, в теперешнем нашем положении наши шансы бесконечно малы. И стремятся к абсолютному нулю. Никуда они не стремятся, пап. Вставай. Вставай, пап. Конечно, вымеремся. Конечно, вымеремся. Ты видишь их? Ты видишь их? Да, я веду их. 38 минут назад они съехали с одного кольца в сторону Савеловского. Там есть переулки. Ты тоже говорила. Я передала это Кире сейчас, а не где. Я смотрю запись из камеры, которые не объехать. И найду их. Дай мне время. Илья, нет времени. Пришли мне, пожалуйста, в фото машины. Момент. Лови. Черт. Илья, не отключайся, я Кире звоню. Есть новости. Илья пришла в фото машину, на которую везли Дениса. И мне кажется, это та же машина, которая отметилась на видео с похищением его отца. Ты уверена? Я еще не сверяла, но мне кажется, это она. Черт, значит, Дениса повезли туда же, где находится его отец. Что с камерами? Илья, что у тебя? 14 минут назад проехали МКАД в районе Дмитровского шоссе, движутся в область. Дальше камер почти нет. Я их больше не вижу. Даша, прости, я сделал все, что мог. Ладно, я поняла, спасибо. Кира Андреевна. Да, Даша, я слышу. Что по Пережогину? Нашла что-то? Да, но у него тут много всего. Бизнес, благотворительные дела, много всего. А на Дмитровке у него что-то есть? Не знаю, квартира, дача, офис, дом, все что угодно. Есть. На 32-м километре от МКАД, дачный поселок Медведково. Там еще рядом писательские дачи, знаете? Да, отлично, я знаю, где это. Да, Борисыч, Дмитровское шоссе, 32-й километр. Давай, не на похоронах. Да, что с тобой, папа? А ты совсем взрослый. Я уже давно такой. Просто ты не хотел этого замечать. Я видел во мне маленького мальчика, который боится уснуть. Папа, ты должен был мне рассказать о маме. Я бы понял. Да, ты прав. Ты прав, сын. Я должен был тебе все рассказать. Просто я не знал, как ты все это воспримешь. Потом ты ушел. А я подумал, что когда-нибудь, когда меня уже не будет, ты вернешься. Я подумал, что ты имеешь право знать, кто ты, откуда. Поэтому оставил тебе задачу. Возможно, на твоем месте я поступил бы так же. Ну, а мы об этом поговорим. Когда выберемся, папа. Как? Это не то, что ты подумал, папа. Ты просто в интернете подсмотрел. Вить, надо как-то эту канитель побыстрее заканчивать. Я, конечно, понимаю, что ты не торопишься, но у меня что-то сердце не на месте. А я смотрю, Олег, ты сдавать стал. Может, тебе на пенсии пора, а? Мне? Да нет, не тороплюсь. Погуляю еще на воле. Ну, давай покончим с этим. Открывай. Значит, ты с нами пойдешь, а ты на ворот. Что за меч, сразу звони. Давай, иди. Пойди. Пойди. Взрывай. Пойди. Открывай. Пойди. Взрывай. Взрывай. Стой, 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 стой. Стоять, сказал. А ну, стоять, ну, так. Где они? Я спрашиваю, где они? Ребят, внутрь! Пошли! Убей его! Убей! Это свой. Не ранен? Все в порядке? Ребята, выводите! Никогда не прощу, что ты ввязался в это без меня. А куда я теперь без тебя? Никуда и никогда, слышишь? Никуда. Врача, здесь человек ранен! Врача, здесь человек ранен! Папа, хотел тебя спросить. Это же дом не помог тебе изменить фамилию. Как ты его нашел? Ты о нем узнал. Это не я его нашел. Он сам пришел ко мне в больницу, рассказал, что следил за процессом, а когда узнал, что случилось, предложил свою помощь. И еще он сказал, что пока есть такие люди, как я, есть надежда. Ну, все хорошо, Павел? Да, все хорошо, сын. Все хорошо. Всю жизнь с этим грузом на душе. Ну, теперь все, все кончено раз и навсегда. И главное, что мы с тобой вместе. Да. Знаешь, я многое понял. Это трудно говорить. Наверное, я был не очень хорошим отцом. Но я всегда любил тебя, боялся за тебя. Может быть, даже слишком. Ты уж простил. Знаешь, пап, я тебя понимаю. И пойму еще больше, когда у меня появятся свои собственные дети. Я не знаю точно. Теперь все будет иначе. Мам, можно с тобой посоветоваться? Давай. Этот костюмчик на мне нормально сидит? Мне кажется, он меня чуть полонит. Если мне не изменяет память, то это у меня свидание, а не у тебя. А потом ты хоть и очень умная, но очень маленькая девочка. Тебе рано об этом думать. Маленькие девочки тоже когда-то вырастают и ходят на свидания. Мам, а вы уже целовались? Агат. Просто спросила. Помнишь, я говорила про лучший день? Да. Так вот, я ошибаюсь. Это сегодня самый лучший день отдыха. Ага. Мам, можно я покатаюсь? Ну, конечно, можно. Поехали. Аккуратно. Да. Слушай, а это… На интеграле отец? А на биссектрисе Вероника? Подожди, неужели это та самая любовь нашего контрабандиста Никиты? Они уже несколько лет встречаются. А что, у них серьезно? Не знаю, как у них, а у меня очень серьезно. Я люблю тебя и небо, только небо и тебя. Я живу двойной любовью, жизнью я дышу любя. В светлом небе бесконечность, бесконечность милых глаз. В светлом зоре беспредельность, небо явленное в нас. Я смотрю в пространство неба, небом взор мой поглощен. Я смотрю в глаза в них та же, даль пространство, даль времен. Бездна взора, бездна неба, я как лебедь на волнах. Междвойною бездной рею отражен в своих мечтах. Так заброшен на землю, к небу всходим мы в любя. Я люблю тебя и небо, только небо и тебя.